Музыка Мене здавало, що я, оскільки я їжу по Україні, я, звичайно, ще не так багато побачила саме підприємств стратегічного призначення, але в шокі, що я перший раз побачила таке місце, в якому є хазяїн, який любить свою роботу, і в якомусь здоровий і моральний атмосфера в колективі. Музыка 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 Я очень доволена тем, что где-то в мире смогли строить коммунизм. Ну, нехай не коммунизм, а социализм в самом хорошем понимании этого слова. Место очень социальное, развивается, живет. Не так легко видеть в Украине такие места, когда громада организована, когда действительно что-то делается, когда результат видно. И боюсь наврочить, боюсь рассказать про это место где-то, потому что, знаете, есть рай на земле, такой небольшой рай в Украине, если до него доберутся, то загадят весь этот рай. Просто хочется сказать, чтобы учились в такой громаде, как в Южном, чтобы учились в такого места, чтобы учились в управлении, менеджменте таких мест, которые так развиваются. Я вам хочу только побожать счастья, потому что, ну, пресвідумаю, у вас достаточно много есть, все решено вы сделаете своими руками. Я очень благодарна жителям города за поддержку, которую вы мне давали, когда я сидела в язнице. Рада была бы отведать ваше место, чтобы сказать вам особисто дякую. Не знаю, что еще сказать. Живите, живите, потому что, как там написано в хлопцах, атошников на прапорах, життя в каждом подиху, в каждом вздоху, тому живите, на повні груди. Я всего лишь один из 450 депутатов. Дуже неоднозначное вопрос, его нужно решить так, чтобы не прогадать. Тут тоже очень тонко и бережно нужно подойти, потому что не знаю, как будет лучше. Чтобы не зипсовать, первое, чем я буду коригуватися при принятении решений, когда буду переконовать других народных депутатов в принятении какого-то решения, то это, чтобы не нашкодить. Ви и так досить добре тримаетеся, и так люди працюють, чтобы не стало гірше. Потому что можно сделать любое, ну, конечно, я за то, чтобы осталось все державным, чтобы осталось все не державным, как в плане влади держави, а саме осталось народным, народу Украины. И если есть громада, вот южан, так, и они тримаются все, то это должно быть их. Николи не знаешь, какой хозяин прийдет, что он завтра сделает. Багато заводов приватизировалось просто для того, чтобы порезать, вивезти, викинуть. Поэтому тут тяжело сказать, но, конечно, вопрос с самой государственностью в Украине, которая просто отсутствует, мне бы еще повчитеться именно в керевнице этого города, то очень тяжело прогнозировать, что будет поддержка завода, будет газ. Не знаю, что вам сказать на это вопрос, но будем надеящее працювать с керевництвом завода, с керевництвом уряда вашего города, будем думать, что... Я поехала посмотреть, я просто сподівалася, ну, как ты, сподівалася, уже просто звикла по Украине бачить такие картини зубожиня, просто повернулася только из Луганской области, да, где... ...де подхід людей такий, что вот, влада нам ничего не дает, у нас ничего нет, мы сами бедные и все таки, решта. Насправді, самі просто, напевно, ничего не делают. Я хочу запитати, что тут дала влада больше, чем в Луганске, або в Донецке, да, да, никому не дала влада больше. За 25 лет. Просто тут чемусь вмеют хотеть что-то делать и делать, а там вмеют только кричать, скиглеть и жалеться. Тому треба как-то более сбалансованно подходить до самого подхода державотворения в Украине. И я думаю, что децентралязація, принаймні, такая, яка, которая произошла в данном месте, она очень на пользу. Треба развивать, это как пилотный проект для Украины, треба развивать и так далее в Украине. Я не могу сказать, что идеально все у вас, есть какие-то проблемы, но девиз должен быть такой, что начинаешь из себя. Если ты хочешь работать, то ты и будешь мать. Если ты не хочешь работать, то оставишься в синдроме. Но я желаю вашему миру успокоиться, напевно, то, что ему нужно. И так все добре, слава Богу, и наврочите, хай оно будет так и дальше. Надежда приехала как депутат Верховной Ради. У нее есть ряд обращений по Одесской области, в которые она ездит на человека, который любит смотреть своими глазами, для того, чтобы понять, что на самом деле происходит. Она была в Одессе, была в 28-й бригаде, еще где-то. Она приехала на завод для того, чтобы своими глазами посмотреть, что происходит с этим заводом, когда вокруг столько, вы знаете, всего льется. И мне очень хотелось, лично мне очень хотелось ей показать. Просто, чтобы она посмотрела, показать цеха завода, показать спорткомплекс наш, показать, как мы живем, повезти в цех. Она разговаривала непосредственно с рабочими. Она отводила в сторону рабочих и с ними разговаривала. Мы провезли ее по основным цехам, рассказали, что такое завод, как, что мы производим, какая у нас есть система защиты. Показали и убежище, и систему очистки воды. Ну, все. Потому что она интересовалась живо всем. Всем она была на агрегатах. Мы показывали печь первичного реформе, на то, что, в принципе, не помню, чтобы кто-то смотрел эти все вопросы. Я спрашивала людей про форму, про спецодежду, сколько выдают, как, какая она качество. Спрашивала, какая зарплата. Причем не то, что у меня или у кого-то из администрации. Отводила в сторону любого человека. И спрашивала, разговаривала. Вы знаете, когда только мы встретились, я ее встречал, у нее было бы настороженное вообще, что там хотят продать, как. Но уже буквально через полчаса, то, что мы показывали наш завод, у нее изменилось мнение. И вы дальше слышали то, что она вам говорила в интервью. Мы поговорили с директором завода, с Валерием Степановичем. Валерий Степанович рассказал нашу позицию, что нам нужно, что нам нужно для того, чтобы завод нормально работал. Она это все поняла, я так считаю. Очень внимательно расспросила, что нам нужно, как нам помочь и так далее. Я надеюсь, что у нас теперь есть еще один сильный наш, не знаю, не фанат, но наш доброжелатель. Это очень хорошо. Мы должны это показывать. Тем более такой человек. Мы, конечно же, рассказали о городе, показали город, насколько могли, насколько было время. Она была приятно удивлена этим городом. И разговор так и состоялся в таком вот плане, что есть такой город, есть такой город в Украине, что приятно, что есть такие города, которые развиваются. Это, по крайней мере, в нашей беседе, когда мы общались с ней в узком кругу. Я шел, прежде всего, познакомиться. Почему? Потому что с ее подразделением она до того, как попасть в плен, воевала в подразделении Айдар. Мне тоже пришлось, скажем так, рядышком с ними воевать. И поэтому мне очень хотелось познакомиться с ней. Тем более такая на данный момент известная личность. Не только у нас в стране, далеко за ее пределами. Ну и после знакомства хотелось бы сказать, что мои ожидания даже были, скажем, более чем оправданы. Почему? Потому что это настолько простой и открытый человек, что, вы знаете, с ней можно было говорить, говорить, говорить и еще раз говорить на разные темы. Почему? Потому что открытый, скажем так, за словом в карман не лезет, честно скажу. И поэтому, знаете, когда депутат какого-то там горсовета или облсовета идет и рядом с ним простые люди, это просто ничто. А здесь депутат Верховной Рады, как бы, знаете, стала, перекурила со мной, пообщалась на всевозможные темы, как бы, я же говорю. Поэтому очень-очень приятно удивлен и, скажем так, я очень рад знакомству с этим человеком, с ее сестрой. Поэтому обменялись телефонами, я надеюсь, будем поддерживать, скажем так, отношения. Поэтому, я же говорю, побольше бы таких, я даже не скажу депутатов, людей в нашей стране, то у нас было бы, на мой взгляд, немножко бы все по-другому. Появился человек, который, скажем так, не совсем угоден кому-либо из, скажем так, власть имущих. И поэтому вокруг этого человека создаются всевозможные резонансы, обсуждаются ее слова, перефразируются ее слова, а предложение поменять знак препинания, и предложение сразу же меняет свой смысл. Именно это и происходит. На мой взгляд, вот я же говорю, после сегодняшнего общения, она прямая, говорит так, как она есть, ну, военный человек, что еще можно сказать. А как-то перековеркивать, переиначивать ее слова, как-то там углубляться. Это не стоит. Прежде всего, мне кажется, не нужно создавать резонансы, а прийти и пообщаться с этим человеком. Ну, тет-а-тет, как говорится. Вот тогда все эти резонансы сразу же потеряют свой смысл. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова